Добрый день! Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы на православном канале Экзигет. И вот один из наших слушателей, зрителей задает вопрос о том, какие язвы Господа носил Павел. То есть имеется в виду святой апостол Павел, а язвы Господа нашего Иисуса Христа, он говорит в своем послании к Галатам. И имеет смысл, как всегда, обратиться к оригинальному тексту, откуда взяты эти слова. И где святый апостол Павел, обращаясь к Галатам, говорит, а я не желаю хвалиться, разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. «Впрочем, никто не тягощай меня, ибо я нашел язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа садуком вашим, братья. Аминь». Итак, что же это за такие таинственные язвы, о которых говорит святый апостол Павел? Может быть, речь идет о тех стигматах, которые носят на себя некоторые католические святые. Напомню, что вот это явление, стигматизация, оно проявилось как такая характерная черта святости Рима католических цветых уже после отделения католической церкви от единства с церковью православной. Если быть точным, то впервые стигматизация присутствует у такого супер, можно сказать, почитаемого в католической церкви святого, как Франциск Осийский, основателя знаменитого ордена францисканцев, который активно действовал и действует до сих пор по всему миру, и является одной из таких, в общем-то, фронтовых, наиболее широко известных организаций монашеских Рима католической церкви, одним из самых распространенных и известных ее монашеских орденов. Напомню, что Франциск Осийский, происходя из Италии, из городов Осизи, в котором он, собственно, и основал общину своих учеников, был сыном достаточно богатого горожанина, и первую часть своей юности провел достаточно праздно, увлекаясь чтением рыцарских романов. Эти рыцарские романы и воспитали его дух, полный каких-то таких порывов, действительно романтических, романических, так что заставили его даже в компании его друзей отправиться в крестовый поход, но, впрочем, эту идею он на тот момент не довел до конца, но вернулся и решил посвятить себя монашеству. Ну, тут, в общем-то, несложно предположить, что тот же дух, который двигал им при первоначальном намерении отправиться в крестовый поход, сопровождал его и в его монашеском подвиге. Не случайно святитель Игнатий Брянчанинов вслед за другими отцами православия, которые давали оценку деятельности святого Франциска, называет его фантазером. Ну, с точки зрения действительно православной аскезы, святой Франциск, безусловно, находился в том состоянии, которое святые отцы именуют как прелесть, то есть состояние обольщения нечистым духом. И хотя этот человек был по-своему очень искренний, очень богочестивый, очень такой, как бы, где-то даже симпатичный в каких-то своих таких вот проявлениях. Тем не менее, конечно, мечтательность была основой всего его духа и всего его подвига. Добродетели, которые он преследовал, которые старался стяжать в своей жизни, были не столько добродетелями евангельскими, сколько добродетелями выдуманными. Отличием их являлось то, что в их основе лежали скрытые тщеславие и гордыня. И благодаря этому, собственно говоря, Франциску сопутствовал и тот нечистый дух, который усиливал в нем и в его почитателях то обольщение, которым сумел завладеть душой самого Франциска и его многочисленных последователей. Одним из таких ложных чудес, которые проявились в житии святого Франциска, было появление на его руках и ногах так называемых стигматов, язв, которые уподобляли его Иисусу Христу и святому апостолу Павлу. Уподобляли в буквальном смысле. Ну, вообще, надо сказать, что это такое характерное для католической церкви, но такое вот очень телесное, приземленное прочтение вообще и Евангелия, и Священного Писания, требующие вот таких вот очевидных, ярких и явных проявлений того, что на самом деле в Священном Писании носит зачастую смысл глубоко духовный, а не душевный и не страстный. Но вот для современника Франциска Осийского в XIII веке те язвы, которые появились после длительных медитаций, молитв, которым предавался Франциск, воображая перед собой распятие Христова, они явились таким несомненным доказательством его святости, и впоследствии появление стигматов у того или иного подвижника католической церкви, будь то Святая Тереза или другие из тех, кто был этими стигматами отмечен, всегда являлась вот таким признаком как минимум духовного преуспеяния, а зачастую и основателем для того, чтобы прославить этого подвижника в лике рима католических святых. В основе этой стигматизации, как мы и сказали, уже, во-первых, лежит с одной стороны психологический феномен, который состоит в том, что когда человек концентрируется на каких-то проявлениях своей телесности, то может даже вот одной этой концентрацией вызвать в своем теле определенные вот такие изменения, вплоть до поражения плоти, каких-то таких кровотечений и вообще даже, так сказать, искусственно вызванных ран. Но здесь, собственно говоря, конечно, как мы уже говорили, речь шла не только о силе мечтаний самого Франциска, но и о том содействии, которое привносило ему, обольщавший его нечистый дух, ту деятельность, которой он себя посвятил. И вот это явление стигматизации, оно, конечно, характерно исключительно для Рима католического подвижничества, никогда не считалось за какое-то духовное достижение в православной церкви и никогда не являлось ни признаком святости, нет ни одного православного святого, который бы таким образом получил признание своей святости, своего подвига за счет вот появления таких каких-то язв на своих руках или ногах, вызванных вот особым таким молитвенными, мидитативными усилиями подвигом. Как же тогда следует понимать слова апостола Павла о язвах Господа Иисуса Христа? Точно так же, как следует понимать его слова о том, что крест Христов имеет для него то самое первостепенное значение в его жизни, которым он хвалится, поскольку этим крестом Господа нашего Иисуса Христа для него распят мир, а он распят для мира. Это показатель духовного состояния подлинного христианина, для которого ношение креста становится не просто фигурой речи и со-распятие Христу не просто каким-то богосужебным поэтическим образом, но постоянным ежедневным содержанием его жизни. Это крестоношение состоит в первую очередь в той духовной по своей сути божественной любви ко всему миру, за который был распят Господь наш Иисус Христос, к миру людей. Вот эта любовь, это сострадание доходит в душе у человека до таких пределов, что действительно приводит его к состоянию распятости, распятости и для этого мира, и этого мира ему. Ставит его в то же положение, в которое поставил Господь нашего Иисуса Христа на кресте. Человек готов нести любые страдания ради спасения этого мира, ради спасения мира людей. Апостол Павел нес величайшие труды в своей проповеди, будучи многократно и побиваем камнями, и подвергаемся возможным другим мучениям и гонениям за то слово истины, которое он проповедовал. И в этом уже выразилось, так сказать, то телесное сраспятие Христу, которое он проявил в своей жизни. Но также выражалось еще и это духовное состояние, ссораспятие, поскольку движущим началом всего того, что делал апостол Павел, было как раз-таки сострадание и любовь Христовы, которые также вызывали в его душе вот то страдание любви, которые он испытывал в себе настолько, что готов был даже быть сам отлученным от Христа ради спасения своих соплеменников. Это тоже состояние страдания, состояние распятия, состояние ссораспятия Христу, которое совершается не внешним образом, но глубоко внутренним, в душе человека, в душе человека, любящего Бога, любящего Христа. И вот эта любовь неминуемо приводит, возводит его на крест Христов. Так что и мир, оказывается, для него распят этим крестом Христовым, и он этому миру. То есть ничто в этом мире больше не представляет для него никакой ценности, кроме спасения бесценных человеческих душ через крестную жертву Господа нашего Иисуса Христа, через проповедь этой жертвы, через приобщение к этой жертве, благодаря, так сказать, жизни в церкви, жизни во Христе. И сам он также оказывается вознесен на вот эту высоту распятия и сораспятия Христу, благодаря тем трудам, видимым внешним и невидимым духовным, которые он несет в этом своем подвиге. Но это же значение имеют и язвы, поскольку, так сказать, и дух, и душа, и тело такого человека оказывается, вот, так сказать, в этих язвах Христовых, которые имеют вид и значение не просто каких-то стигматов, не просто каких-то, так сказать, мечтательных телесных повреждений, но того глубокого страдания, которому оказывается приобщен человек благодаря своему крайнему, горячему, искреннему желанию спасения для всех людей, искупленных бесценной жертвой крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok